но я уже приступил к написанию кода для микроконтроллера стм32 у меня это будет крутиться все весь код будет крутиться на стм32 f4 и значит смысл здесь сейчас какой но смысл вообще всего кода чего делается на этом микроконтроллере должно выполняться должны выполняться простые функции но что-то типа принять по юарту через последовательный порт принять команды и потом ну командовать эти команды такого рода как установить счетчик импульсов для какой-нибудь линии там ну который необходимо выдать то есть количество импульсов которые необходимо послать в линию установить ну метод где-то есть описание часа посмотрю команды лет этот их месяц я уже не помню здесь описывал их сейчас попробуем найти доработаю я куб идея почему потому что ну раньше я вижу студию работал но я так подумал то что блин да и клип конечно тут не очень вижу студия поприятнее во многом вообще поудобнее и приятней но здесь все в коробке сразу есть в эклипсе но смысле в кубе и и раз в коробке на ничего настраивать это прикольно очень это удобно так собственно говоря где у меня здесь были уже не помню описание команд посмотрим к короче а и куда партия писал правильно кота писал партия а вот you are cmd вот он вот вместе описание команды команды стартануть устройство после допустим ну выключение пока не загрузился сервер на малинки пока малинка не стартанула хост должен молчать не должен ничего делать это очень так полезно для устранения разных там всяких косяков которые могут всплыть вот собственно говоря команда которая стартует устройство команды которые устанавливают счетчик но тут видно что стартует резать но на самом деле немножко не так должно быть нет нет была команда под рестарт а тут теперь но сейчас старт этот не рэс этот чуть кое-чуть другое должно быть два года ки оставлю короче команды которые устанавливают счетчик устроить счетчик линий команда которая увеличивает счетчик на единичку команда которая сбрасывает счетчик так count cnt reset которая счетчик как бы вводит состояние как бы сказать пропуска и начать команды которые возобновляют счет и как бы команду который восстанавливает ширину импульс ну все как в описании там придумывал единственное что я изменил формат кадра у меня теперь кадр ровно 32 32 байта и из них 28 это как раз сами данные которые включают себя как бы сообщение само в смысле который включает себя так сейчас покажу кто включает себя команду которую теперь 2 байт на команду который включает себя потом айди линии или айди там какого-нибудь датчика тоже 2 байта потом поле для данных здесь 24 байта получается 12 16 битных чисел можно записать туда и контрольная сумма в конце 4 байта контрольную сумму тут я заморачивался долго долго думаю как высчитать на микроконтроле но так чтобы это подходило поводу как что была стандартная контрольная сумма в итоге нашел небольшой короче нашел опять же стек оверфлоу наше все даже нет не стек оверфлоу а что-то типа там из электроникса не помню где там я смотрел короче нашел элементарный просто код который делает реверсит биты да там при помощи ну как бы это сам тоже делал уже дошел да это нужно реверсировать входные байты заду наперед поставить их и потом реверсировать результат вот как бы самого самого контрольная сумма но я нашел просто как бы отлаженный код более-менее и собственно говоря скопировал его и копипасты пользуюсь на чё бы не зачем изобретать велосипед правильно правильно вот собственно говоря теперь мне здесь нужно что я сейчас делаю такую вещь я вместе в mnc ну во-первых фриртос он крутит собственно говоря несколько задач вот собственно говоря да здесь меня line control тэск сенсор тэск и и раз-два и получил какой-то третья была задача не помню держи 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 пока только две задачи да здесь у меня ну ладно line control здесь мне как раз и должны выдаваться импульсы на линию исходя из того сколько сейчас в счетчике там какое состояние там положительный отрицательный выдавать полярность ну да еще такой нюанс то что я использую сейчас покажу я использую для положительных и отрицательных импульсов но выдачи до использую разные пины но как бы чтобы не надо было можно конечно повесить на один пин как бы и там через сделать какой-то чередователь там даст какой-то хитрый на логике но это такой геморрой зачем когда есть просто еще дополнительные пинами свободные на порту на портах ну вот собственно говоря ну как же да вот этот кип идея он так это немножко не такой быстрый как хотелось бы даже на моем core i5 с 8 гигабайтами памяти и ssd диском как-то она так не очень вот собственно говоря вот данные пины есть негативные здесь меня пины есть позитивно если посмотреть просто на систем корда gp о ну вот видно как бы то что у меня здесь в каком режиме вот негативные выходы и позитивные выходы есть как бы для положительных и отрицательных импульсов ну это очень-очень удобно почему сейчас я покажу то есть это во первых да не нужно использовать только один как бы дальше делать который раз и пух какой-то счетчик ставить там да или какой-то раз триггер там ну-ка короче счетчик да там вот причем как это нужно запоминать состояние каждого каждой линии как бы на предыдущий момент блин тыс если допустим выключилось питание там да ну как бы нужно прочитать короче прочитать бывшие состояния которые было до выключения питания выставить счетчик так чтобы его состоянии соответствовал бывшему там допустим он закончил считать но линия была там положительно там единичка но она счетчик должен как-то так вот короче выставиться в единичку там да там столь и потом пойти ты дальше раскидывается по транзисторам тогда там каким-то там через инверторы там такая распуха получилось бы короче нет и еще раз нет мы мы таким путем не пойдем ну собственно говоря здесь фритус у меня крутится данный пока свернул и я вот отлаживаю код который будет у меня собственно говоря пихаться вот сюда сейчас я покажу вот сюда прям в lines control тест я отлажу в кьюти ну как бы я пишу не на плюсах допишу на си тут таком чисто ну стараюсь использовать нативный язык такой ну как бы синтаксис но вроде когда нативный синтаксис тут я использую но так все время делал я начал плажем в кьюти так быстрее но потом уже код перекидываю потихонечку на микроконтроллер насчет чего я сделал во первых да у меня есть эмуляция портов gpio вот как бы есть у дэр у меня есть тоже вот структуру что такую запихала брр но мне это уже не нужно там бит сет рэс и ты бит рэс и да мне тоже принципе можно и пофиксить это лишние поля они не используются наверное я это и по фикшу как бы это у меня используется не будет я только чисто у дэр чисток суды работаем значит всего линий 12 дефонил как бы да ну тут define надо ставить все по-хорошему да но это я здесь пока так дело короче дефонил позитив как единичку ширина импульсов пока что у меня тоже такая за хардкожина 1000 миллисекунд есть структуры для часовых линий в которых есть измеренный ток полярности от текущие счетчик и как бы ширина импульса но ширина импульса все-таки нет вот так вот у меня я принял решение использовать ширину импульса как бы одну на все линии это пока что так может быть потом когда-нибудь я исправлю но пока так мы с не исправляю сделаю возможность делать разную ширину импульса для разных но для каждой линии делать свою ширину импульсов это конечно может быть где-то нужно допустим это линия хуже где-то ху где-то лучше для одной нужно там такой подольше им после другой покороче сойдет но в принципе какая нафиг разница это такой такая фича которая скорее всего используется будет очень-очень редко и вообще но из-за этого такой геморрой тут в коде будет ну ладно короче вот у меня массив с часовыми линиями также это сделаю уже когда буду все делать осмысленными как контроль тоже быть массив часовыми линиями у меня если такое же было когда я делал часовую станцию на этом нам м вин графической библиотеки я примерно так же и поступал на было массив с часовыми линиями массив структуру типа clock lines да вот как бы так правильно говорить или даже массив типа clock lines вот 12 штук видеть за хардкожина значит я заранее сказал что у меня есть объявил такую функцию сэнд пулс да и растет ну как все это забубенил я так дышь 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 счетчики типа я там как бы завел туда вот так и за хардкодил пока что но они на самом деле будут приходить из юарта вот но как бы ладно за хардкодил в одер сразу какой-то какие-то числа потому что но смысл в такой что что вот видно как бы удар да у меня последняя линия у меня 11 вот это вот 11 последняя линия 4 пиначи свободных можно пошут использовать как бы я не хочу их трогать как бы вообще не ну чтобы вот никак работать часовых линий на них не сказывалось но как бы поэтому я туда за хардкодил что-то чтобы ну потом это проверяю меняется или меняется вот но собственно говоря там ничего меняться там у меня все через xor делается поэтому но мало ли чего но лучше как бы посмотреть дальше массив линий которые нужно необходимо выдать на которым необходимо выдать импульсы ну собственно говоря инициализируем массив этой функции раз это пульс как бы ну минус собственно говоря минус 1 устанавливается минус 1 почему потому что если сделать по дефолту там у меня сюда сюда запихиваются айдишники вот в этот массив запихиваются айдишники линии то есть если там 10 да ну как бы там как бы получается и там по дефолту тоже 0 и ну как бы либо то пихать 255 да как бы ну получается в этом 255 0 x ff пихать в you and 8 да но как бы надо такое блин почему бы не пихнуть туда просто минус 1 да и как бы просто сравнивать все меньше нуля и все это можно сравнить 0 x ff ну как бы что-то как-то мне это не очень короче да я инициализирую минус единицами этот этот массив все тут дальше короче кьют начинает бабахать это вот у меня просто сколько линий этот короче отлаживал вот так вот можно уже сделать тут начинает кьют работать да как бы можно это отдельную функцию вообще вынести ретарно здесь никогда не будет тому здесь бесконечный цикл вайл и так значит приступаю я тут сейчас немножко то что поправлю чтобы лишнее не было вот да ну как бы у меня получается этот вайл да это собственно говоря у меня здесь вот это вот этот вот лук это таска моя ну можно тоже форда также сделать так же сделаем и for чтобы не смущать самого себя и вообще людей короче в этом форе собственно говоря вот тут у sdl есть да а у меня есть вот slip но вот этот час он должен буду вынести еще отдельно но чтобы было по нагляднее потому что непонятно где где slip происходит тут как бы ну sdl и не видно где ставить на счет чего происходит короче не плохо читабельный код получается короче значит что происходит у меня до цикл for в котором как бы я прохожу и принимая значение от 0 до 12 12 линий здесь вот этот вычисляю что меня 12 линий почему я именно так вот сделал да вычисляю потому что я планирую такую штуку что как бы у меня вот это вот переменная clock lines total ну как бы констант она будет переменной то есть это можно будет в процессе работы самого фронта да когда на фронт-энде на через графический интерфейс чувак там куни может там да даже ладно чего через графический интерфейс это просто можно как бы делать такую предустановку там даже да да можно делать предустановку как типу так с define да или как-то короче говоря сконфигурировать через веб-сервер вот этот хост да там сказать то что хост у тебя будет 12 линий теперь и будет 10 линий вот такой окей да да то есть вот это будет переменная вот или же просто оставить действительно как постоянную и тупо хардкодить ее грубо говоря при продаже да то есть но 12 штук но хардкодить это как-то не очень потому что ну потому что потому что вот лучше пускай это будет переменной но пока что это постоянно так но собственно говоря поэтому я так и вычисляю то есть беру длину от этого массива вот делю на длину структуры на размер структуры получаю ну как бы 12 линий но все верно все клево дальше просто как бы я смотрю семя счетчик есть для данной итерации но на у данной линии счетчик там не не равен нулю но тогда значит нужно что-то делать тогда меняю полярность вот предыдущий меняю как бы ну инвертирую полярность с единички на нолик лист нолик видно единичку убавляю счетчик вот и как бы запихиваю последовательно в line ступ пульс это в этот массив складываю последовательно номера вот они же вот фу номера этим и да ну здесь меня каст идет потому что у меня ругается короче если просто тогда типа ты хочешь он сайт в саня запихнуть ну как бы поэтому он ругается а тут ругать что типа старый каст используется короче запихивается в массив по порядку вот g плюс плюс номера но айдишники айдишники линий ну даже можно сейчас сделать это вот так вот пускай это будет не и а пускай это будет айди часто получше метод за рефакторить факторинг все посмотрим рефакторинг принять символ под курсором айди нет 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 айди вот так все за рефакторил вот так вот как бы будет наверно понятнее да то есть цикла clients айди вот запихивать сюда вот айдишники в этот массив и там допустим будет в этом массе порядку 235 остальное там будут минус 1 минус 1 минус 1 лежать ну как бы не те которые остальные все остальные линии как бы на них не выдавать ничего и после того как этот цикл то закончен вот все линии перебраны вызывается функция сэнд пульс передаются в нее часовые линии которые структура вот чтобы сделать ну как бы более-менее чистой функцию ну конечно чисто не будет она потому что здесь все-таки используется как бы глобальные такие вот объявления они так и так используется вот в микроконтроллере но конечно можно передавать туда еще от объект этих линий да вот этих то есть gpio там 2 2 структурки отдельно передавать туда смысле две ссылки на будет совсем чистой линии да блин да очень-то функции наверно так и стоит сделать просто сделать чистой функции и чтобы потом было меньше геморроя да вдруг я хочу поменять порт на какой-то другой ну да ладно короче значит передают сюда часы его линии айдичники которые нужно вает тоже применение line ступус опускать будет айдис ту полда айдит рефакторинг переименовать это будет называться айди айди тупус ну айдис да ну мы пишем в единственном числе ох 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 айди тупус все передаем сюда айдишники и как бы говорим сколько там сейчас 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 сколько у нас до всего здесь айдишников потому что у нас как бы в принципе мы можем даже вот так передать clock lines total ну да ладно можно даже вот так передать clock lines total и теперь как бы это мы избавились еще от одного вычисления еще больше привязались к этой переменной к постоянной ну вот сюда передается длина этого массива и дальше собственно когда ну функция как работает дальше то есть у меня тоже вот ну до окончания длины этого массива line ступус да там меня 12 сейчас элементов до окончания этого массива работать цикл но как только цикл на тыкается на элемент меньше нуля он прерывается такой как бы неявное прерывание до такого как бы то есть наоборот явное прерывание такой прям да ну ну некрасивые но ну как некрасивый один из приемов почему бы нет короче дальше я смотрю если часовая линия с айдиш ником вот таким вода который хранится здесь под индексом ай мы по этому массиву пробегаем если вы часовой линии полярность положительная то в выходной положительный буфер мы пихаем ну единичку со смещением ну как бы равной айди смещаем единичку на допустим ади там линии 2 значит смещаем единичку на 2 вот пихаем сюда если отрицательная но пихаем сюда все запихнули в ddr потом тоже через или запихнули получается что начальные эти бой последние эти вот не трогаются биты собственно говоря запихнули в негативный тоже дали ему не может дали ему подождать длительность импульсовые роботов и xor am xor am обнуляем наши вот эти вот все которые мы собственно говоря вот эти вот биты ксором обнуляем но ксор напомню работать как если допустим 1 xor 1 это будет 0 1 xor 0 это будет один ну короче если встречаются разные там разные там нолик или единичка там встречается то есть есть разница выдается единичка вот если нету разницы то выдается нолик но так можно обновлять собственно говоря или инвертировать биты ну как бы все то есть можно сейчас даже это сделать сейчас дебошить протестить да наверно часто задебажи протещу покажу запускаем ну собственно начинается да у нас с того что у нас опять же от массив айди-то пульс все минус единички принициализировались часовые линии вот они здесь у меня вычисляем значениях торчат вот у них все что есть нулевая линия у нее 700 счетчик 700 1 701 да и всех пока и полярность отрицательные заходим цикл полярность инвертируем счетчик уменьшаем айди-то пулс помещаем именно айдишник нулевой смотрим фокус да ты вещь нолик дальше смотрим что мне тут нужно так он первый пропустил то что первым у меня вот тут видно да не за не за хардкожен ничего 2 айдишник часа даже попасть последовательно одичники складывается потому что меня же все время инкрементируется здесь ну когда удовлетворяется условия этот но собственно у меня 0 2 3 5 5 до счетчик 5 линии отработать один раз а потом я ее принудительно заставлю отработать несколько раз все все остальные линии но он не заходит там счетчик по нулям говорим от отправить ох ты куда меня . ну ладно короче у меня выходной негативный буфер отрицательные по нулям позитивные единичка о смысле позитивно такое то бишь меня здесь видно что для яичников 0 2 3 4 0 2 3 5 смотрим 0 2 3 5 все правильно позиции этих бит до установленных 0 2 3 5 теперь мы можем посмотреть gpu вот он позитивный а тут у меня он же выставился получается да здесь я уже выставился я уже тут отработал негативно меня вот теперь собственно говоря я делаю xor вот с этим числом вот этого числа вот с этим числом но вот она вот это число и вот это число делаю xor и смотрите ну как бы для тех кто не знает фокус да пожалуйста эти биты не трогается потому что их здесь нету трогать только вот эти убиты они в ноль становится также для негатива так все на следующей итерации мы сразу пойдусь вот айди-то пульс 0 2 3 5 потому что этот уже отработал и сейчас мы попадем собственно говоря давай наверно сюда вот тормозную здесь у нас как бы проходим да то есть смотрим один lines lines to пульс у меня соответствует айди-то пульс да там ну напомню там должно быть 0 2 3 то бишь с индексом под индексом и да вот тут у меня получается сейчас будет 0 но там как бы под под индекс под нулевым индексом то у меня число 0 ну не меньше нуля потому что это ну как бы айдишник нулевой идем дальше вот вытаскиваем оттуда айдишник это был будет 0 0 айдишник clock line с индексом 0 если полярность здесь позитивно на самом деле там полярность негативная вот посмотрим тут счетчик уже 699 полярность негативно но здесь у меня этого массива нет это нужно короче его отдельно вводить да здесь нужно вообще выводить по-хорошему вот вообще сделать надо это вот так clock lines с индексом лайн спорта лайнстопулс короче вот так вот вот так ну как бы там нолик был до полярности поэтому аутпут аутпут буфер вот сначала единичка записалась смотрим дальше следующий тоже буду час у меня в негативный буфер писаться это 2 но сюда записался ничка потому что один там 2 в лайнстопулс до лежит там напомню там 0 2 3 5 то есть это смещение 0 2 3 там это указано смещение грубо говоря смещение для вот эта единичка которая пихается вот сюда в буфер негативный ну это так для самых маленьких объясняю ну и собственно говоря 0 2 0 2 3 все 5 сейчас будет там меньше нуля потому что у меня он реинициализировался вот здесь это айдишник вот этот вот массив и там короче меньше нуля все у меня цикл закончился теперь прикол output буфер негатив да есть ну все сейчас мы короче вот смотреть сюда спим сколько нужно спим ждем и выключаем так это негативный до установился вот выключаем эти линии теперь сейчас вас выключим все негативный импульс отработал то есть она транзистор вышла негативные импульсы вышли отрицательные теперь последняя такая проверочка сейчас будет на норес от делаем опять и последняя проверочка такая вернем опять в пятую линию сейчас мы вот так сделаем вернем мы сейчас вот так вот в линии номер пять тут же полярность как бы да уже поменялось она всех остальных сейчас полярность отрицать на этом положить как бы грубо говоря сейчас поступила сюда еще одна минута добавить еще одну минуту ну пока там что-то считалось нужно добавить еще одну минуту короче счетчик я делаю ну один делаю счетчик сюда один типа бац нужно еще добавить минутку одну ну сейчас мы отработаем отработаем все так и такой айдишник отрабатывать 2 3 еще должен 5 отработать 5 отработал айди тупус все сейчас все остальные скипаются и вау-вау-вау зашел функцию короче запомнили до 0 2 3 5 слишком быстро пробежался короче и теперь смотрим здесь сейчас все так работает морем полярность у индекса 0 у индекса 0 полярность теперь будет положительно прошлый раз был отрицательный положительный ты дышь но индекс 2 индекс 3 и теперь сейчас этот айди айди 3 айди 5 он лежит да вот line ступус да под пятом тут это он показывает короче индекс 3 но ладно сейчас делаю вот так а добавить вычисляемое значение просто муж кому-то непонятно вот короче пятерочка значит у пятой линии линии с айди 5 будет на выходе должен быть отрицательный импульс все теперь бряка брякается потому что все остальное по минусу теперь смотрим а вот put buffer положительные негативные 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 видите бит номер ну как бы 5 до 0 1 0 1 2 3 4 5 но 6 до но его номер короче его разряд 5 но 5 айди здесь разряд получается айди короче у линии с айдишником 0 2 3 будут положительные импульсы выдаваться ну там включаться положительные транзисторы на положительную сторону у линии с негативным до с индексом с айдишником 5 будут транзисторы как бы включаться туда чтобы в негативно там фигачить короче на смысле полу мостовая схема короче ладно смотрим gpu негать а что мы сейчас навели позитивный до позитивный вот пожалуйста выдался и негативные все включился и теперь спим там сок нужно спим включилась все и выключилась выключилась на самом деле на самом деле здесь нужно еще сделать такую вещь одну вот такую вещь надо сделать очень очень нужную и здесь нужно сделать такую константу сначала ну она может называться как угодно короче время ожидания да там как бы дэв зон дэв тайм короче это 30 миллисекунд это когда у моста транзистор один уже закрылся короче атронист нет транзистора одно одно плечо открыто другое как бы еще не закрыто то есть одного открылся другой еще не закрылась в этот момент может произойти там бы быть вот собственно говоря нужно сюда вводить такую штуку еще вот значит чего нужно это дело вынести теперь вот это вот это вот это вы надо вынести сделать такую как бы функцию прочитать ходу это сделаю немножко неудобно микрофон перед носом стоит войдет пульс можно тут назвать не send ну а пускай бы стоп пульс до стоп пульс пускай будет стоп пульс хорош 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 так стоп пульс и мы сюда должны отправить вот такую вещь ну как мы должны знать как какие собственно говоря нужны линии тормозить поэтому здесь я думаю нужно вернуть этот вот буфер и вот этот буфер так или же не так не так конечно же не так мы можем сделать по другому мы можем сделать это через и можем сделать это через и и и все даже тут нам ничего не нужно ну тут тоже пока будет напишем да для какой-нибудь там совместимости непонятно с чем или наоборот есть для не совместить что-то короче нет нет в мэй не полу меня написать во это если не помню если я не ошибаюсь короче значит давно и не там не может быть войтом потому что некита есть параметры да вот фигачим мы такую вещь сюда берем копипастим от этого конечно здесь нету и получается нас такая вещь здесь будет чем оставить тогда мы делаем и равно 0x ф 000 выключаем выключаем но это можно сделать вообще как инлайн принципе зачем тут это же такая функция которая ничего не тупо тупо ничего не делает сейчас мы это не наверное сделаем и ну лайном пускай он прям вставляет туда этот код все короче здесь будет онлайн только мы его теперь берем явно выносим это samples reset lines сейчас 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 но после цента после прям сразу нужно да чтобы было очевидно слип ну это просто потом мы как микроконтроллеры мне делать до чтобы не было понятно слип после стоп пульс и после нужно ждать дэвтайм там везде по разу называется там типа ох они даже не могу сейчас помнить называется этот промежуток ну я время смерти как бы подождать пока ну время чтобы все не сдохло все вот так более нагляднее ну в принципе это все даже особо ничего не нужно ну да ладно попробуй до отладить бог его знает что такое происходит